Понятие относительная или абсолютная бедность департамент статистики увязывает с весьма конкретными цифрами. 394 евро на человека это и есть относительная бедность, а 203 евро это бедность уже абсолютная. Напомним, что минимальная зарплата сегодня не очень-то далеко убежала от относительной бедности, составив брутто 430 евро. Каждый может сделать вывод, как можно прожить на эти уже считающиеся благополучными деньги и возможно ли вообще выжить на деньги бедняков. И хотя данные статистики показывают, что в прошлом году показатели слегка улучшились, разрыв в доходах самых богатых и самых бедных жителей страны составлял разницу 6,2 раза. Если мы верим цифрам бедности и считаем, что 10% наверное живет где-то в районе между 200 и 300, умножим на 6, то окажется, что самая богатая группа у нас живет где-то всего лишь на полторы и две тысячи евро в месяц. Это, конечно, полный абсурд. Более точные данные по прошлому году покажут декларации о доходах, которые уже начали поступать в налогово-таможенный департамент от жителей страны. Так, например, на конец того же 2014 года средняя зарплата по стране составляла менее 800 евро. Одна четвертая часть населения жила на 350-400 евро в месяц, а значит они практически попали в категорию относительной бедности. Особенно, когда идут огромные сокращения, когда в семье есть один получатель зарплаты или, может быть, семья живет на пенсию получаемую. И поэтому, конечно, результаты, увы, тех денег, которые сегодня люди получают у нас, они очень невеселые. Ждать уменьшения числа людей, живущих в относительной бедности или за ее чертой, не приходится. Санкции, политические дрязги, нестабильность в различных отраслях экономики страны, повышение акцизов на топливо – все эти факторы не способствуют улучшению показателей статистики по бедности. Пенсия такая, какая есть. Конечно, хотелось побольше, но кто поднимет. Была бы выше, смог бы купить еще и конфет. Пенсии, конечно, маленькие, так что прожить фактически очень-очень трудно. Просто невозможно. Пусть бы правительство немножко подумало о том безобразии, в котором живут наши несчастные пенсионеры. Да не только пенсионеры, минималка она та же. Тоже ничего хорошего. Как отмечают специалисты, искать пути выхода из ситуации по бедности нужно было еще вчера. Ведь в стране практически полностью отсутствуют так называемые социальные лифты, призванные помогать людям, которые не в состоянии сами справиться с финансовыми трудностями. Вадим Малышкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...